В новом корпусе Барнаульского онкоцентра сразу 7 отделений. Радиологическое, гинекологическое, мамологическое и отделение комбинированных методов лечения уже работают в полную силу. Три хирургических только готовят к открытию, сейчас в них идет ремонт. Своих пациентов онкоцентр понемногу переводит из старого здания в новое. Разница, по словам больных, заметна сразу. Такое, ну как, небо и земля просто, потому что, ну если там 6 коек стояло, а тут, видите, я, даже скучно как-то. В новом корпусе пациентов лечат с помощью современных методик. Используют рентгенорадиохирургию, фотодинамику и комбинированное лечение. Работают врачи на новейшем оборудовании, а при подготовке к лучевой терапии теперь могут использовать возможности 3D-томографа. Мы строим физическую модель опухоли в трехмерном пространстве, то есть мы видим ее в объеме, мы можем посчитать объем опухоли. Эта информация помогает специалистам повышать эффективность лучевой терапии, чтобы максимальная доза облучения приходилась на раковые клетки, минимальная – на здоровые ткани. Благодаря этому пациенты переносят лучевую терапию почти без побочных осложнений. Облучают раковые клетки с помощью сверхточного линейного ускорителя. Мы выставили его, сделали меточки, уложили, вышли, и в течение 3-4 минут отлечили. На оснащение корпуса ушло больше 400 миллионов рублей. Лечебной и диагностической аппаратуры закупили много. Запустить успели только часть, остальное заработает в ближайшее время. В новом стационаре одновременно смогут разместиться больше 300 пациентов. В этом корпусе 325 коек, которые позволят нам практически очередность свести на нет. То есть диагноз поставили, сразу начинаем лечить, а не ждем 3-4 месяца. Каждый год врачи диагностируют рак у 2,5 тысяч жителей Алтайского края. На учете онкологов сейчас стоят 63 тысячи человек. Главная задача барнаульских медиков – свести на нет смертность от онкологии. Они уверены, с новым оборудованием это получится. Когда новый корпус заработает в полную силу, на помощь алтайских медиков смогут рассчитывать и жители соседних регионов – Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Горного Алтая и Хакассии. Дарья Масолова, Алексей Шаульский. Новости.